Вещь, которая должна быть по рукой у мамы, в общем-то, пустышка. И всегда возникает вопрос у каждого, наверное, родителя, нужна ли пустышка вообще, да, может быть, обойтись без неё. Но мне необходимо помнить, что у ребёнка имеется сосательный рефлекс, и этот рифтез уже есть в ребёнка внутриутробно. И внутриутробно ребёнок сосёт палец. Иногда мы такие картинки видим, когда делаем кузин беременную женщину, и на картинках видно, что ребёнок уже внутриутробно сосёт палец. Конечно, оптимально, поэтому сосательный рефлекс удовлетворять надо. И оптимальным является прикладывание к груди. То есть прикладывание к груди ребёнка по каждому его требованию – это оптимально. И если вы сможете, то, конечно, пустышка не потребуется. Но если вам нужно делать какие-то дела по хозяйству, или вам хочется просто отдохнуть, в этом случае лучше предложить ребёнку пустышку. Потому что если выбрать пустышку, не приложится, и если ему не приложится грудь, то ребёнок будет сосать что-то другое. И чаще всего это бывает палец, или два пальца, или ребёнок сосёт кулак. А если иногда ребёнок сосёт то, что впадёт вообще ему, что называется, под руку. Это может быть кончик одеяла, это может быть кончик наволочки, кончик пелёнки. То есть в этом случае предложить пустышку будет хотя бы гигиеничная. Покупать пустышки надо у сертифицированного производителя в детских магазинах или в аптеке. И сейчас, в общем-то, когда приходишь в аптеку или в детский магазин, то глаза разбегаются от того, что представлено на полах. И есть пустышки от самых простых до инкрустированных золотом и со стразами. Да, поэтому иногда родители покупают самое разнообразное количество вообще разных видов пустышки. И бывает, что целый набор пустышек, не один десяток, какие бы ни были они, а родители стараются для своего чада купить самые дорогие, получше, а ребёнок их не сосёт. С чем это может быть связано, сейчас мы с вами разберёмся. Ну и разберёмся прежде всего, из чего же состоит пустышка. Она состоит из рабочей части соски непосредственно, из наглубника и кольца. И в первую очередь соски различаются по материалу вот этой рабочей части соски. Сделаны пустышки из двух материалов, из латекса и силикона. Латекс или резиновые пустышки, они жёлтые. Значит, вообще латекс – это натуральный материал. Сделаны такие пустышки из соков кулачуковых деревьев. Такой материал, он более мягкий, он более приятный ребёнок, он тёплый. Он лучше напоминает мамину грудь. То есть дети принципиально такие пустышки сосутоколы. Минус такой, поскольку это природный материал, то такой материал, который находится в воздухе, очень быстро липнет. Поэтому такие пустышки загрязняются быстрее. Ну и изнашиваются такие пустышки тоже быстрее, потому что при частом кипячении материал начинает трескаться, темнеть. Поэтому чаще приходится их заменять. Ну и поскольку это натуральный материал, крайне редко, но может быть на него аллергическая реакция. И следующий материал, из которого могут быть сделаны пустышки, это силикон. Силикон, они белые прозрачные по цвету. Не вызывают аллергии, он проще в уходе. Такие пустышки более износостойкие, но ненатуральный продукт. Данный материал такой достаточно упругий. Детям приходится прилагать очень много усилий, чтобы сосать такую пустышку. И они сосут такие пустышки менее охотно. Кроме того, что пустышки различаются по материалу, они также различаются по форме. Именно вот эти рабочие части соски. Они, может быть, круглые. То есть вот это самая, наверное, привычная форма соски. Напоминают мамину грудь, поэтому дети сосут ее более охотно. Следующие пустышки симметричные или анатомические. Такие пустышки, они занимают среднее положение. Похожи они на круглые, но они, получается, сплюснутые сверху и снизу. И они занимают среднее положение между негом, твердым негом и языком ребенка. То есть они не производят какого-либо давления на десного малыша. Следующие пустышки – это ортодонтические или симметричные. По заверениям производителей таких пустышек, они способствуют формированию правильного прикоса у ребенка. То есть они полностью повторяют форму твердого нега у малыша и должны располагаться правильно во рту. То есть вот такой выпуклой части, они располагаются в веку, и скошенной вот этой части они располагаются в области языка. И здесь нужно следить, чтобы соска во рту у ребенка располагалась правильно. Существуют также соски с крылышками пустышки. То есть они напоминают симметричную пустышку, сплюснутую сверху и снизу, но имеются вот такие крылышки. Такие пустышки, они тоже вызывают минимальное давление на десны и способствуют формированию правильного прикоса. В настоящее время производители пытаются всячески заинтересовать мам пустышками. И пустышки постоянно изменяются по задачам, разнообразию. И в настоящее время имеются специальные ночные пустышки. Чем они отличаются? Ну, в первую очередь по форме, потому что иногда бывает, что ночью ребенок, когда перестает уже активно сосать соску, она выпадает изо рта, ребенок может лечь на пустышку, и пустышка может поранить малыша, или ребенок может обрежать себе лицо или бочок. Так вот, чтобы этого не было, ночные пустышки изготавливаются все полностью из латексного мягкого вот этого материала. И наглубник, и пустышка, и непосредственно кольцо. Но самый главный нюанс у этих ночных сосок, то, что вот эта паличка, она светится ночью. То есть в состав этого кольца имеются природные лименофоры, входит в состав, которые получают энергию и потом преобразуются в свечение. Ночью такие пустышки светятся зеленовато-синеватым свечением. И если свет выключен в комнате у малыша, ребенок, соска потерялась у малыша, то вы сможете легко найти эту соску, не включая свет. Но перед ночью такие соски рекомендуется зарядить, положить их под лампочку. Ну и, к сожалению, не на всю ночь хватает таких сосок. Следующий разновидный сосок, она уже предназначена для более взрослых детишек, Это пустышки-погремушки. Как раз вот это кольцо для выдерживания, оно выполнено в форме вот такой игрушки. Удобно держать малышу, и когда ребенок ею движет, то она очень мягко так звучит. Забава для малыша. Есть подвижные пустышки. Особенность такова, что они тоже формируют правильный прикус у ребенка. Особенность какая? Сама соска маленькая, но когда ребенок начинает сосать пустышку, то пустышка выдвигается. И приходится ребенку выполнять такие же действия, как при сосании в руки. И такие же пустышки прилагаются с шишечками. Они тоже полезны при лете того возраста, когда прорезываются зубы. Потому что вот эти шишки, они располагаются как раз у основания, где идет воздействие на десны, и происходит такой легкий массаж. Вот эта болезненность проходит у детей. Существуют специальные пустышки, которые не предназначены для повседневного использования. Ну, во-первых, это пустышки-термометры. Опять же, заранее не рекомендую их покупать. Почему? Потому что вы еще не знаете, вообще возьмет ли ребенок у вас пустышку. Это раз. Во-вторых, неизвестно, какую форму он возьмет. Круглую, симметричную или ортодонтическую. И вот когда вы определите, что у вас ребенок взял пустышку, и он взял у вас определенную форму, тогда можно покупать вот эту пустышку градусник. Потому что они тоже изготавливаются разной формы. И есть специальные пустышки-дозаторы для ведения жидких медикаментов ребенку. То есть вот в этом нагубнике имеется вот такой контейнер, куда вливается медикамент. И когда ребенок сосет, он получает медикамент. Если ребенок не очень активно сосет, то с помощью вот этого порча можно ребенку ввести медикамент. Также существуют пустышки-ингаляторы. Вот в этом нагубнике имеется контейнер, куда можно вставить вкладочку, смоченную каким-либо маслом. Например, авкалиптевом или ромашковым. Если у ребенка, допустим, есть ОРВИ, то он сосет соску и заодно происходит ингаляция. Ну и последняя разновидность специальной соски. Это такая светодиодная соска. Называется она «Доктор Свет». Специальное терапевтическое устройство для лечения ОРВИ у маленьких детей. Используются дети с рождения, даже у недоношенных детей, которые используются с рождения до 3-летнего возраста. Случайно включить соску не получится у ребенка, потому что она включается специальной магнитной картой. То есть вставляем соску-пустышку в род ребенку. К этому месту подносится специальная магнитная карта. Соска загорается лечебным синим цветом. И происходит такой физиотерапевтический сеанс на дому. В течение 3-х минут. Через 3 минуты она автоматически отключается. И вот как раз рассчитана такая соска приблизительно на 3 года. Значит, помним, что вот эти соски, соска термометр и соска синего цвета, она, значит, неделимая конструкция, и поэтому кипятить такие соски нельзя. То есть обрабатывать гигиеническую отработку происходит. Мыть подпраточной водой с мылом. Мы разобрали с вами рабочую часть пустышек, это соски. Также пустышка обращается и в форме магнитной. Магнитные могут быть круглые. Они вот такой формы. Обычные, прямые. То есть они не прилегают никак к лицу малыша. Либо могут иметь такой физиологический изгиб. И такая пустышка, видите, да? Что она будет уже более плотнее прилегать к лицу. Значит, необходимо, когда выбираете, обращать внимание, что если вы используете, покупаете пустышку, и если она очень плотно прилегает к кожам ребенка, то должны быть обязательно неинтиляционные отверстия. Иначе будут отрелости вот под этим наводником. Ну, и кроме того, сейчас очень, скажем так, много разновидностей красивых, всевозможных красивых нагубников. И в виде морочки зверюшек, и ягодки, и цветочки. Мама покупает такие пустышки, хотят красоты для детей. А дети не сосудок. Почему? Потому что если вот этот нагубник очень массивный, да, вот допустим, вот уже здесь, вот он, понятно, что он тяжелее, вот такая пустышка, она тяжелее, нежели вот такая, с таким нагубником. Она тяжелее весить и удержать такую пустышку, бывает у ребенка проблематичнее, поэтому лучше, чтобы была пустышка легкая. Ну, и обязательно должно быть кольцо удерживающее, потому что вот кольцо такое, оно необходимо для того, чтобы можно было вставлять ребенку, вот пустышку вынимать, и кольцо удобнее крепить удерживателем. Потому что пустышка, конечно, должна быть чистой, чтобы она не падала, нигде-то не затерялась. Лучше крепить специальным удерживателем. Кроме того, этот зажим не травмирует ребенка. Кроме вот такой цепочки, еще нужно, чтобы был контейнер, потому что если вы идете в гости на прогулку или в поликлинику, чтобы соска была в чистоте. Или покупаете когда пустышку, обратите внимание, некоторые продаются вот с таким удобным полпачком, соск пустышка для себя оставаться чистой. Ну, и помните некоторые вещи, что после того, как вы купили пустышку, ее необходимо прикипятить. Ни в коем случае, если пустышка упала на пол или куда-то затерялась, где-то она загрязнилась, ни в коем случае ее не облизывать, а водичкой ее омывать. И, конечно, возникает вопрос, что же все-таки подороже, соску купить попроще. На первое время лучше купить соски попроще, разных материалов, попробовать соску и силиконовую, и латексную, и разные формы. И после того, как вы определитесь, какая все-таки соска подойдет вашему ребенку, вы уже будете покупать, скажем так, более дорогие какие-то модели. И вот некоторые правила, когда давать и когда отучать ребенка от пустышки. Во-первых, не давать пустышку тогда, когда ребенок ее не требует. Не давать пустышку ребенку при любой попытке заплакать, при любой попытке покрявтования или подписки. То есть попробовать вначале укачать ребенка другим каким-то способом. По возможности вынимать пустышку изо рта, если ребенок заснул. И прекращать пользоваться пустышкой где-то с полутора-двухлетнего возраста. По двухлетнему возрасту, считается, ребенок уже должен будет перестать сосать соску. Какие у вас есть вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...